Вау! Вылазила нахуй! Всем привет, меня зовут Алексей Тараненко Вы смотрите мой личный канал про машины, велосипеды и всякое другое, что мне интересно И сегодня начинаем новую рубрику, которую я хотел очень давно сделать Но просто не доходили руки Рубрика Дай покататься Реальные люди, их реальные машины, которые мне по каким-то причинам интересны Буду рассказывать про машину, про ее владельца Про то, почему он выбрал именно этот автомобиль Что с ним случилось за время эксплуатации И сегодня первый выпуск, первый герой и его автомобиль Тойота GT86 Хачароку Привет! Привет, Леш! Поздравляю тебя с покупкой! Спасибо! Блин, она выглядит просто фантастически Я знаю, что ты очень долго ее выбирал И об этом мы поговорим попозже Сейчас мы у тебя просто сразу ее заберем И поедем кататься Неплохой расклад, окей Так, Дениса мы отпустили Ему надо было убегать навстречу Машина полностью в нашем распоряжении И это... Блин, это круто! Я никогда не ездил на GT86 Я не ездил на ее братья-близнеце или сестре-близнеце Subaru BRZ Потом я расскажу, что это за машина и все вот это бла-бла-бла А сейчас первое впечатление... Ах! Еще не самая простая задача сюда усесться Так... Есть! Вау! Выглядит спортивненько Так, Денис, нам надо серьезно поговорить Ты почему-то сидишь очень откинувшись Не знаю, почему тебя на курсах еще не научили Что сидеть надо гораздо вертикальней Так, по посадочке вроде бы норм И сразу надо заводиться, потому что очень жарко Кнопка? Где кнопка? Engine start, stop, вот она Ах! Хорош! На что обращаешь сразу внимание? Ну, то, что, во-первых, кресло очень спортивное Руль стоит практически вертикально Руль стоит практически вертикально Так, обдувчик сейчас сделаем потише Чтобы он не гудел в кадре Выглядит вот с одной стороны просто С другой стороны круто Потому что такой салон очень функциональный Все подчинено тому, чтобы ты просто получал удовольствие от вождения И этим, собственно, я и планирую заняться сейчас Ого-го-го-го! Это было хорошо! Блин! Сейчас проверим Или на брусчаточке Ну, если честно, я думал, будет хуже Она по ощущениям очень жесткая Но брусчатку перенесла вообще У меня на Fiesta трясет, по-моему, побольше Так что, в принципе, все нормально С подвеской для города на каждый день Ты не будешь ездить, как на, не знаю На зубодробительной машине какой-то Вполне себе комфортно Ну, да, жестко Но ты же покупаешь спортивную машину И, собственно, ездишь на спортивной машине И чувствуешь себя, как на спортивной машине Так что с этим все в порядке Это просто полторы тонны секса Офигеть! Реально офигеть! Она такая отзывчивая! Секс! Вообще, нет слов! И, заметьте, здесь всего 2 литра атмосферник 150 сил Но она... Отдача и тяга вооруженность у нее такая Что кажется, что значительно больше И она очень отзывчивая Прямо вот на педаль отзывается хорошо Главное не забывать Либо вручную передачу переключать Либо правильно оперировать автоматом Я очень хорошо помню, когда эта машина появилась Я еще работал в автожурналистике Их, точнее, появилось 2 Toyota GT86 и Subaru BRZ Это, по сути, одна и та же машина И сделаны они в альянсе Toyota и Subaru Здесь оппозитный двигатель 150-сильный от Subaru Автомат от Lexus 6-ступенчатый Когда-то давно у Toyota была такая Было такое спортивное купе Toyota GT86 Еще называли ее Hachiroku В свое время, ну, я, если честно, не помню Это были, наверное, 80-е Может, раньше, не буду врать Она была по-своему популярной И в Японии была очень популярной И вот в середине... Не в середине двухтысячных Когда, в 11-ом, в 12-ом, наверное, году Toyota решила возродить эту машину И сделать недорогое спортивное купе Для автомобильных энтузиастов Которые не могут себе позволить Porsche Которые не могут себе позволить Какие-то суперкары Но хотят ездить быстро И с удовольствием И так родились GT86 и BRZ И как только они появились Очень много других энтузиастов Которые и такую-то машину себе позволить не могут Но очень любят теоретизировать Говорили о том, что, мол, тю, что за фигня Что это за спортивное купе Два литра, 150 сил Ребята, поверьте Эти два литра и 150 сил Дарят столько эмоций Поскольку иногда не дарят гораздо более мощные и быстрые машины Помыли машину, потому что была чуть запылена Ну, раньше она была пыльная А теперь она мокрая Тряпок у меня нет Я поездил на ней полчаса Блин, она фантастическая Я вообще не могу на ней ездить, как на обычной машине Мне все время хочется наваливать А наваливать она позволяет прямо от души Задний привод Отличный автомат Ручное переключение передач Я, наверное, вот так очень давно не ездил Как дебил, как сегодня Так, после первых впечатлений Я уже успел на ней поездить Успел ее помыть Готов рассказать немножко о дизайне Надо сказать, что машина Выглядит по-своему уникально И очень сильно привлекает внимание прохожих Где бы мы ни останавливались То ли на заправке попить кофе То ли на мойке То ли здесь сейчас в парке Все прохожие сворачивают головы на нее Я прекрасно понимаю Дениса Который хотел необычную, неординарную машину И выбрал именно GT86 Потому что это автомобиль, который и ощущения дает уникальные И выглядит уникально И ты никогда не потеряешься в потоке на нем Перед тобой тебе уступают дорогу Люди понимают, что эта машина может ехать гораздо быстрее, чем они Поэтому с этим вообще никаких проблем нет Ну и посмотрите Она, блин, она действительно классная Она классная как в цельном образе Так и в отдельных деталях В этих логотипчиках В севдовоздухозаборниках здесь Очень мне нравится задняя арка С вот этим выступом Такая сексуальная попа И когда ты смотришь в зеркало Ты видишь этот выступ Понимаешь, что вот здесь у тебя задний привод Который готов тебе все время подхватить И дать под хвост И поехать вперед Спойлер чисто символический Я практически уверен, что он не несет никакой функциональной нагрузки Потому что, ну камон Все равно ты не будешь ездить по треку на этой машине настолько быстро Чтобы тебе не хватало прижимной силы Поэтому это просто такой небольшой акцент Намекающий на то, что машина спортивная Но не этот огромный долбанный полотенцесушитель Который так любят всякие стритсракеры Две выхлопные тоже смотрятся очень красиво Диффузор В общем, блин, классный законченный образ И в очень специфичном таком японском дизайне Который, тем не менее, выглядит классно И мне очень нравится Давайте посмотрим на багажник Я предвкушаю, что это цирк на дроте, а не багажник Ну, скажем так Далеко на этой машине не поедешь Багажник чисто символический Съедет в супермаркет Большую часть занимает запаска Которая, кстати, как нас Денис предупреждал В любой момент может пригодиться Потому что он нормально дал машине уже под страку на треке Разлохматил резину хорошенько Ну, она еще далеко до того, чтобы протереться и бахнуть Но, тем не менее Естественно, как и положено к упешке Здесь огромная дверь И она безрамочная Стекла доводятся Когда садишься в машину Ну, и, кстати, садиться и вылезать из нее проще, чем я себе представлял Все-таки это не суперкар Нормальная повседневная машина Сидишь действительно очень низко По ощущениям практически на асфальте Вот похожие ощущения можно испытать в карте Если вы когда-нибудь катались на картинге То там вообще сидишь на асфальте Но здесь ощущения очень похожи И я сел практически вертикально Для того, чтобы максимально чувствовать Все моменты по ускорениям Чем вертикальнее сидишь Чем точнее тебе вестибулярный аппарат Передает все акселерационные ощущения Которые очень важны при управлении машиной Особенно, если пытаешься ездить боком Для начала проверим стандартный тест Куда положить телефон Здесь ничего нету Здесь есть ниша, явно предназначенная для телефона Но у меня слишком большой телефон для нее Ну зато есть два подстаканника А в принципе эту штуку вообще можно убрать Если она не нужна, это прикольно Огромный центральный тоннель По понятным причинам Потому что привод задний И куда-то надо было спрятать кардан Механический ручник Никакой электроники, все по-честному Наваливать бачком лучше с ручником Здесь там кнопочки управления подвеской Отключения, точнее не подвеской Коробкой передач, спортивный режим или снег Отключение системы стабилизации Включение системы стабилизации в спортивный режим Что тут делаем? Ну и тут конечно Toyota Toyota как всегда Кнопочки, которые кочуют из машины в машину Слева здесь особенно такая кондовая кнопка есть В целом интерьер, как я и говорил Он спортивный, но при этом простой Никаких выпендрежей нет Потому что машина ориентирована на людей Молодых или людей в возрасте Которые хотят почувствовать себя молодыми Но при этом не хотят тратить много денег на автомобиль Вот эти вставочки под карбон, конечно, такие довольно сомнительные Оператору не понравилась магнитола с экранчиком Мол, это не будет вечный дизайн из-за нее Ну камон! В наше время и магнитола без экранчика Очень классные кресла, хорошо держат Боковая поддержка то, что надо Но готовьтесь быть в форме Если вы хотите весить 100 кг, вам явно не подходит такая машина Ну, как я и говорил Оппозитный бензиновый двигатель Subaru Здесь написано Toyota Subaru Boxer D4S За счет своей оппозитности Ну, понимаете, что такое оппозитный Цилиндры стоят вот так А не вот так, как в обычных двигателях Благодаря этому центр тяжести намного ниже А ниже центр тяжести Лучше управляемость, лучше машина держит дорогу Отдельный вопрос обслуживания Как известно, с обслуживанием Subaru могут быть нюансы Потому что двигателей таких мало И субаристы должны страдать То есть нужно искать механика Которая понимает, как обслуживать такой мотор Но это уже совершенно другой вопрос Который к удовольствию от езды никак не относится Ну, как я и говорил, задний привод И эта машина создана для того, чтобы поездить на ней бачком С ее разрисовочкой, со всеми делами Поэтому выключаем систему стабилизации Первое нажатие выключает Короткое нажатие выключает от гипробуксовочную систему Длинное нажатие выключает систему стабилизации И спасибо Toyota Она выключается нафиг полностью Никакого поводка, который тебя отпускает Но только ты начинаешь исполнять Как система электроника вмешивается Коробку в ручной режим Первая передача Вообще она проектировалась для молодых людей В этом я практически уверен Для молодых, неженатых Если женатых, то без детей Тех, кто хочет поотжигать И у кого, возможно, есть деньги еще на последующий тюнинг этой машины В наших условиях это все-таки, наверное, уже для людей Типа меня, более среднего возраста Которые могут себе позволить такую машину В которых уже, возможно, есть и семья, и дети Есть другая машина, на которой можно ездить с семьей К другой семье А для удовольствия хочется вот такой автомобиль для себя, для души И чтобы ездить на работу на нем И чтобы на выходных поехать на трек Или просто поехать покататься, поотжигать По-моему, отличный вариант Она действительно достаточно комфортная на каждый день И при этом достаточно заряжена Чтобы подарить тебе настоящее удовольствие от езды Ну что ж, нелегко мне было вернуться обратно к Денису И отдать ему машину Особенно после того, как мы нашли паркинг Я попробовал, как она умеет ездить бачком Но, тем не менее Возвращаю тебе твою машину Она офигенная Я одобряю твой выбор однозначно Расскажи в двух словах Как ты выбирал, почему именно GT86 И доволен ли ты по этой машине? Очень просто Я начал выбирать новый автомобиль Два с половиной года назад Выбирал себе Jeep Потому что я люблю дальние поездки По, скажем так Тем направлениям, которые у нас в этой стране называются дороги То есть Киев-Одесса, Киев-Ужгород Я хотел себе больше автомобиль Более современный С какими-то системами Которые бы помогали мне меньше уставать в дороге Поэтому я смотрел в первую очередь на адаптивный круиз И прочие классные штуки Я попробовал несколько марок И не мог отделаться от чувства Что вот эти все новые технологии хотят меня убить То есть вроде как, да, они мне помогают Но в самый экстренный момент Они говорят, а теперь чувак ты сам И этот момент приходит настолько неожиданно Что это очень близко к смерти И поэтому я купил себе максимальный не Jeep Максимально инженерное решение Здесь фактически нет никакой электроники Которая бы тебе как-то помогала Кроме системы экстренного спасения И вот эта связь с коробкой, с мотором, с рулем, с педалями Особенно с педалью тормоза и газа Ты, наверное, прочувствовал это непередаваемое ощущение Когда ты объединяешься с автомобилем в одно целое И ты не хочешь с него выходить Потому что тебе и в нем, в принципе, хорошо Улыбка с лица не сходит просто Абсолютно Это автомобиль для ежедневного удовольствия И, в принципе, ну как его и называли Это спорткар на каждый день И мне кажется, что у ребят получилось построить именно автомобиль Знаешь, вот когда ты отходишь, ты на него оборачиваешься Ты вот да, оно Как-то так и выбрал Я давно обратил внимание на нее И, в принципе, ну я купил ее без тест-драйва То есть я увидел, что ее можно приобрести И, собственно, поехал, да и забрал Вот это правильный ход Нет, ну это офигенный выбор Я прям рад, что ты не купил Альфу Ту, которую хотел, что она тебе не досталась Потому что эта тачка просто огонь Спасибо тебе большое за то, что предоставил такую возможность Я с удовольствием покатался И надеюсь, что наши зрители оценят И если вам понравилась рубрика, пожалуйста Лайкос, комментарий Мы будем обязательно продолжать У меня еще есть много знакомых с интересными машинами С разными машинами И надеюсь, что мы дойдем до того, что вы сами начнете предлагать свои машины Для подобных тест-драйвов Дай покататься Все, пока, до следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok